здравствуйте в эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут и сегодня у нас в гостях артисты цирка шапито арена дрессировщики рустам и нелли здравствуйте я думаю же все рязанцы в курсе что ваш цирк расположился на парковке рядом с торговым центром круиз все мы видели и красочные афиши и ваши замечательные лимузины до который есть по городу но хотелось бы все-таки узнать что же рязанцы могут увидеть на вашем представлении если можно буквально несколько слов о том что вы показываете у нас в программе очень большое разнообразие цирковых животных экзотических у нас есть попугаи носухи еноты медведи леопарды пумы тигр есть собаки собаки лама козел да 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 маленький карликовый камерунский камерунский козлик он сам маленький но он взрослый ну наверное животные конечно любят все и взрослые дети а помимо этого остальные цирковые жанра представлены конечно у нас есть воздушные гимнасты исполняют несколько номеров у нас есть гимнасты на полотнах гимнасты на ремнях у нас программе также артиста оригинального жанра экстремального жанра силачи клоун у нас очень очень веселый все всем зрителям нравится зрители просто в восторге ну а вы дрессировщики рустама вы кого тренируете я дрессирую хищных животных тигра леопардов пум работаем мы с женой вместе в чем вообще особенности я не знаю может быть работы именно в цирке шапито с хищниками от чего от обычного стационарного цирка вы знаете очень часто но особенно родителей да интересует вопрос безопасности когда в программе заявлены хищники а люди идут с маленькими детьми насколько это безопасно с точки зрения техники безопасности в летнем цирке шапито у нас предусмотрены все меры безопасности и применяются те же самые меры которые в стационарном цирке у нас также полностью натягивается сетка непосредственно которая ограждает зрителя от возможности контакта с хищниками то есть мама папа могут быть спокойно конечно конечно вот то же самое что в стационарном цирке сетка настраивается причем мы вот работали в стационарном цирке где-то много много лет приехали сюда и непосредственно единственное что для нас было вначале неудобно мы переделывали всю конструкцию натяжки сетки на более маленький манеж потому что диаметр манежа чуть чуть меньше чем в стационарном стационаре а вы вообще как долго занимаетесь дрессуру хищников дрессуры непосредственно хищников я занимаюсь всего 13 лет вот а в цирке как бы с рождения родители мама папа дедушка бабушка братья и сестры всегда интересно почему люди выбирают себе такую но достаточно опасную профессию хищники это же настолько непредсказуемо но когда начинаешь работать с животными любой дрессировщик понимает что находится контакт с животными это не так непредсказуемо это все предсказуемо особенно допустим кошачьи хищники это настолько предсказуемые животные как домашняя кошка вы приходите в гости допустим кому-нибудь у кого-то есть кошка дома и даже погладить нельзя она бросается и кусается а другие кошки вот валяются их гладишь но по крайней мере в любом случае кошка прежде чем броситься она будет показать свое недовольство она будет рычать она будет шипеть дергать хвостом а потом уже броситься это все предсказуемо на несколько минут вперед я прошу прощения мы не представили еще нескольких участников нашей программы или если можно как зовут попугая как зовут собачек попугай анри попугай ара это у нас лика и диво это домашний именно насколько я понимаю это ваши артисты то есть вы из дома личные животные вы их дрессируете но я смотрю и собачка и попугай может быть еще с кем-то работаете да у нас еще носуха енот лама камерунский карликовый козлик попугаев собак в принципе побольше чем здесь ну вот такой широкий разброс разнообразных абсолютно животных подход какой-то один к ним вот у вас лично как-то еще раз к мне кажется залог любой дрессуры а как получилось что вы стали дрессировщиком очень люблю собак началось с собаки старшей собаки мне сейчас 18 лет она здесь тоже с нами естественно она не работает она достойной пенсии на диване все началось с нее просто нравилось заниматься и так вот нечаянно попала в цирк расскажите о ваших артистах чуть подробнее когда каким образом они попали в цирк что они умеют делать как они радуют зрителей ну это нужно смотреть на манеже там пространство побольше попали просто понравились собачки по интернету вот посмотрела фотографии понравились где вы мне не хотели продавать изначально потому что собака из питомника хотели чтобы она осталась питомники цирк почему-то стереотипы людей что животное мучаются в клетке там подобное нет собаки живут дома с нами они сейчас удивлены почему они сидят на полу а не на кресле если вы видите они все порываются залезть повыше вот ну после подружилась заводчицы которая посмотрела условия содержания сейчас мы с ней друзья вот уже собаке почти семь лет мы общаемся приезжаем гости друг другу насколько я знаю она не только артистка цирка но еще и участница выставок дивы очень много титулов завоеванных и в россии также на выезд на на выставках за пределами россии чемпион шести стран интер чемпион принципе могло быть и больше намного титулов но так как выставки и цирка наше представление они все по субботам и воскресеньям то есть тут на кладочке у нас получается в отпуске ну где-то полтора месяца для того чтобы посетить посещать выставки в последнее время насколько вот я вижу стали очень популярны номера с попугаями и если честно у меня всегда это вызывает и удивление и восторг потому что ну хищники понятно собачки понятно но как птицу научить всему тому что она делает это жалко рождена а опять же у птицы есть такая особенность что если что-то не нравится делать не будет то есть уже смотришь какой на какой трюк идет попугай что ему нравится то и закрепляешь ну вот этот артист что он может делать вот так просто если словами рассказать что он делает вас нужен браво молодец мальчик далеко не каждый попугай будет лежать на спине это поза подчинения поза ну как сказать то что ну когда если угрожает опасность то есть он сдается значит он доверяет мне настолько что он может вот спокойно лежать на руках на спине скажите пожалуйста насколько вообще для артистов важно как зрители реагируют на то что вы показываете и у вас уже прошли представления в нашем городе что вы можете сказать о рязанском зрителя у вас рязанский зритель очень добродушный и очень приучен к цирковой культуре и к цирковому искусству воспринимает артистов очень горячо тепло все аплодируют все кричат браво всем зрителям нравится после представления все выходят и говорят большое спасибо вам такого зрителя не в каждом городе встретишь ну что ж мы благодарим вас за то что вы пришли сегодня к нам в студию за то что вы приехали в наш город ну а нашим зрителям я напоминаю что гастроли цирка шапито арена продлятся до 7 июня и цирк этот расположился на парковке около торгово-развлекательного центра круиз так что спешите на представление ну а на этом наша программа подходит концу мы желаем вам всего самого доброго увидимся в следующих выпусках